ну и всех приветствую на своем канале и в этот раз я решила запустить онлайн проект по вязанию вот такого вот шикарного платья эту модель я нашла на просторах интернета и она мне настолько понравилась что я пошла купила себе пряжу и приступила к делу и я решила создать свой онлайн я создала группу вконтакте ссылочка под видео и решила снимать видео материал вспомогательный для онлайна и так девочки я даю ссылку на онлайн вконтакте в группу и даю ссылку на мастер-класс по основному узору этого платья то фото которое было приложено по схеме она не совсем подходит судя по фото больше подходит вот такой вот узор фото ссылка на него также идет под видео в группе вы можете пообщаться то есть может какие-то ваши идеи предложить по вязанию этого платья ну и также задать вопросы какие-то я обязательно постараюсь всем ответить если какие-то вопросы будут появляться и обязательно постараюсь скидывать еще и фото своего процесса в ту группу так девочки давайте приступим с вами всем успехов и начинаем начнем мы с мера который нам потребуется нам потребуется следующие мерки окружность головы мы ее меряем для того чтобы сделать ворот платье таким чтобы не было затруднений чтобы в него влезть голова проходила в горловину так снимаем обхват головы далее мы снимаем обхват груди обхват талии и обхват бедер это пожалуй три самые такие основные мерки которые нам потребуют дальше мы с вами определяемся с длиной изделия вот она пятая мерка длина изделия кому-то понравится там ниже колена захотят делать я вот например где-то на ладонь выше колена решила делать платье может даже короче посмотрим далее определяемся с длиной рукава я наверно буду вязать 3 четверти рукав вот она на рукава меряем толщину руки если у вас рукав длинный то нельем толщину руки вот здесь здесь и здесь для чего нам потребуется эта мерка для того чтобы делать прибавки по рукаву равномерно и чтобы у нас в итоге рука то влезла в этот руках связанные и следовательно меряем длину регланной линии это уже когда мы с вами перейдем к соединению рукавов и самой основной частью платья чтобы нам связать с вами ровно ровно наши платья до горловины но вот что говоря все эти мерки которые нам потребуются снимаете эти мерки себя записывайте и мы далее с вами вяжем наши образцы так я решила остановить свой выбор для платья на пряжи ализа собрала на классик вот такого цвета мне она очень понравилась очень классно смотрится петельки аккуратненько и немножко об этой пряжи 100 граммах у нас 280 метров производитель турция рекомендую вязать спицами 3 4 75 процентов акрила и 25 процентов шерсти собственно говоря по пряжи что кого интересует цвет как у меня 538 цвет вот я хотела такую винного оттенка я бы сказала это по пряжи теперь давайте разберемся с вами со спицами спицы я взяла двух размеров боюсь что я точно не скажу вам какие же у меня размером я взяла потольше и потолще но я думаю что вот это вот эти вот спицы это наверное два два с половиной я их буду использовать для резинки а вот эти вот спицы это троечка это троечка для основного полотна нашего платья и девочки для удобства у кого есть я советую воспользоваться вот такой вот спицы вспомогатели потому что у нас будет вязаться косы наш орнамент платье я думаю что она вам понадобится если у кого-то нет берите булавочку большую и пользуйтесь ей для нашей косы я набрала ровно 20 петель на спицы которыми я буду вязать основное полотно нашего платья объясняю почему я набрала 20 петель раппорт нашей косы по схеме на это 16 петель соответственно 16 петель у нас уходит на саму косу для перехода на основной узор платья я буду вязать по одной изнаночной по бокам от этой косы и одна у нас с одной стороны и другой стороны кромочные так девочки мы с вами приступаем к первому ряду наши косы вяжем образец я не очень конечно люблю вязать образцы они необходимы так первую кромочную мы снимаем вторую мы с вами привязываем изнаночной дальше идет коса ну давайте с вами свяжем 4 льда так наверное где то чтобы сделать переворот косы 1 и 16 далее петель вяжите лицевыми да провязали 16 лицевыми 1 изнаночная кромочная тоже у нас будет изнаночной вот кромочная тоже изнаночной переворачиваем наше вязание и вот таким способом мы вяжем 4 льда 4 провязали 4 у нас был изнаночной и дальше формируем наши косы первую кромочную я снимаю дальше у меня идет изнаночная и вот дальше уже идет коса ниточку я перекидываем на вспомогательную спицу коса у нас с вами по наклону идет вправо и снимаю 4 петли ниточка перед работой 4 петли сняла они у меня на вспомогательной спице тоненькой следующие 4 я провязываю лицевыми 1 2 3 4 я их провязала и 4 петель которые у нас на вспомогательной спице мы их снимаем и одеваем на рабочую спицу отдельно рабочую спицу и провязываем также лицевыми 1 2 3 4 вот он наклон наши косы первый получился дальше берем нашу вспомогательную спицу снимаем 4 петли теперь коса с наклоном влево ниточка перед работой у меня ниточка за работой петельки перед работой и провязываем 1 2 3 4 готова обратно надеваем наши петельки со вспомогательной спицы и провязываем лицевыми 1 2 3 4 дальше у нас с вами идет одна изнаночная и кромочную мы тоже с вами провязываем изнаночные пожалуйста начинает формироваться наша коса следующий ряд уже изнаночный мы с вами его просто провязываем по рисунку соответственно у нас на изнаночной стороне здесь изнаночные петли поэтому все мы провязываем изнаночными петли косы провязываются изнаночными и дальше вам уже нужно определиться хотите вы длинные косы или косы чтобы переворота были почаще сейчас я провяжу несколько рядов посмотрю как мне больше нравится и скажу сколько же у меня будет рядов до переворота в моем случае по схеме которую нам предложили там идет пять рядов после переворота так и два ряда еще пять шесть семь получается 7 рядов до переворота то есть переворот будет происходить в восьмом ряду давайте так попробуем так и сделаем то есть я вяжем с вами вот так 7 рядов между переворотами один провязали и еще 6 провязываем самостоятельно вот я сделала еще два переворота между переворотами у меня 7 рядов вот так выглядит наш образец спереди наша коса и вот так вот с изнанки я замерила его ширину получилось ровно пять сантиметров длину получается раз два три переворот вода 3 дошла длину это 7 сантиметров вот такой образец косы теперь с вами вы свяжем образец вторым узором вот я потренировалась уже по узору вязать здесь у меня 20 петель получилось приблизительно 7 сантиметров ну и дальше уже основываясь на ваши мерках и нам и получившихся образцах мы с вами посчитаем количество петель которая нам потребуется набрать начинаем с подола получается вязать резинкой 2 на 2 и девочки нужно учитывать что наш узор должен быть кратен четырем то есть количество петель должно делиться на 4 это с учетом того что у нас на косы уходит 16 петель на каждую косу вот этот вот узор кратен четырем и плюс мы будем делать по 2 изнаночные петельки между косами соответственно 4 косы у нас по подолу идет соответственно на каждые четыре косы у нас уйдет по 2 изнаночные это у нас получается 8 ну что ж давайте наберем с вами цепочку воздушных петель изначальную и приступим вязать резинкой 2 на 2 в общем основываясь опираясь на мой образец и мои мерки у меня получилось для наборного края 264 петли 264 петли кратно 4 опять же 264 мы делим пополам это получается 132 петли это одна сторона платье считаем с вами по одной стороне платье 132 вычитаем на косы у нас по 18 петель то есть 16 петель рапорт плюс две петли по краям изнаночные соответственно спереди у нас две косы и получается 36 132 минус 36 получается 96 96 петель остается на основной узор все замечательно кратно 4 но вот приблизительно чтобы понять что же я тут высчитывал у меня получилось вот такая вот схема девочки вот наш круг грубо говоря подол до здесь всего 264 петли в общем я посчитала так что 264 петли мы вычитаем вот эти 18 18 18 18 то есть получается у нас 72 петли наших косичек и у нас остается вот это общее число которое мы делим соответственно четыре чтобы у нас ровной доли были по 48 петель каждая часть основным узором все кратно 4 меня все устроило и соответственно я набрала наборный край уже петель вот мои петли набраны далее я вынимаю спицу и просто по кругу девочки буду вязать резинкой 2 на 2 провязывать 2 на 2 на нужную мне высоту в в общем продолжаем вязать резинку самостоятельно на нужную вам высоту кому-то понравится подлиннее кому-то покороче ну я буду вязать опираясь на фото платье в общем провязываем ее и снова возвращаемся к нашему мастер-классу мастер-классу